Есть с самой арhhh корыльного ряда, в Санкаре Maisonsans, она тут, в едёте, с бончами... Боди дерева, ты бендера... Ну и разные также бывают традиции подношений, но так или иначе, в принципе, движение рук в сибирской традиции одни и те же. Во-первых, это намасте, и также мудра лотоса, так называемая, когда руки двигаются, и подношения мудры, различных подношений. Если мы подносим воду для писья, то мы складываем ручки таким образом, то есть мы приставляем какую-то вазу, которая находится в воде для писья, а дальше мы делаем такой образ, как бы мы подносим в тазе воду для промывания стоп. Дальше у нас цветы, мы просто подбрасываем лепестки лотосом, допустим, воздух, потом мы подносим таким образом логовония, светильники, ароматные масла, мы держим подносим подношениями еды и можно по-разному изображать по-разному изображениям музыки. Дальше у нас зла, и все, и все, и все, и все. Дальше у нас начина сказать, дейм Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление заслуг. Мы этим подношением накапливаем заслуги. Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление, чтобы собрать накопление заслуги. Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление заслуги. Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление заслуги. Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление заслуги. Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление заслуги. Мы это делаем для того, чтобы собрать накопление заслуги. И мы делаем это все красиво, с мудрой, с мудрой, с мудрой. И мы делаем это все красиво, с мудрыми, с двумя руками. Обычно это символизирует единство метода и мудрости. Мы делаем это подношение в красивой форме и стараемся от сердца. На уровне сердца мы берем от сердца и подносим наше подношение от сердца. И также, если у нас хватает консультации на визуализацию, то мы представляем, что из нашего сердца исходит свет и излучаются дакини, которые держат подношение. Допустим, если мы подносим воду, то они держат вот эти сосуды для питья. Да, они красивой формы, даки некрасивые, они вылетают и подносят это все больствам, которые мы подносим эти подношения. Потом мы скрещиваем руки на груди. Это как бы мы готовим, собираем следующие подношения, которые будут вылетать. Потом опять мы делаем, опять подносят. Это как бы мы хотим, чтобы мы однали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть дальше... То есть мы подносим все субстанции, которые облажают пять чувств... Пять чувств у Божеств и далее семь драгоценностей. Мы представляем, что вот эти семь драгоценностей дали... Все объекты вселенского монарха, восемь благоприятных знаков по традиции, такие как бота, ваза, рыба и так далее. Восемь знаков благополучия. Это, наверное, свастика и другие благоприятные знаки. Они все отписаны в текстах. Восемь веществ, приносящих удачу и так далее. Все это мы визуализируем в красивой форме и все это подносим. Продолжение следует... Продолжение следует... И можно визуализировать также не только вот эти традиционные подношения, но и все, что нам самим хочется и хотелось бы иметь. Допустим, можно... Если раньше подносили там, допустим, лошадей и слонов, то сейчас можно, наверно, подносить машины, компьютеры, телефоны, все, что нам приятно иметь самим, все это как бы подносится, летит кругом, как будто. Я это... Саша, как? Да, да? Саша. Катруль. Нет, нет. Нет, нет. Он не хочет. Он не хочет, чтобы он не хочет. Субтитры создавал DimaTorzok Нужно подносить то, что необходимо, допустим, объекту подношения. Допустим, если, допустим, репачи захочет сделать мне подношение, возьмет коня, подвезет меня, он как бы мне совсем не нужен сейчас, да? Мне бы велосипед лучше. Поэтому он как бы с точки зрения, если он захочет сделать мне подношение, тогда он делает как бы соответствующее подношение, то, что мне нужно в данный момент. И так же самое и мы подносим, что приятно. Это вообще образы оцепления, что как бы является объектом нашего вожделения, допустим, чтобы избавиться от привязанности и тем самым накопить заслуги мы эти образы вожделения подносим. Если таким образом мы уменьшаем наше цепляние, наш эгоизм, наше желание обладать этими предметами. Когда мы берем это все и мысленно, хотя бы мысленно подносим, то тогда мы как бы уменьшаем наше эго, уменьшаем наше желание и привязанность к этим вещам. Поэтому мы должны понимать что происходит. Водополнительный транспорт был нашим, целью ровную работу. Допустим, считается, так как все исходит из закона причинности, то опираясь на то, что мы подносим, мы такой же самый будем иметь результат. Вообще зачем подносить лошадь, допустим? Когда мы подносим лошадь, то мы, как результат будем иметь, как благословение, будем иметь средства быстрого передвижения или беспрепятственного передвижения. Мы им почти говорим, что сейчас лошадь уже не актуальна, нужно скорее всего боингик подносить. Мы сократились с лошадей seriesway, мы сказали, что давайте узнаем об этом лошадей есть с петь. Далее идет к подношению мандалы к вселенной. Считается, что подношение мандалы является самым действенным методом накопления заслуг, когда мы подносим всю Вселенную к объекту прибежища. У нас есть сочетание мандалы. Мы сочетаем, когда мы сочетаем, мы сочетаем, и мы сочетаем, и мы сочетаем. Когда мы берем традиционную мандалу, мы берем основу, натираем ее ладонью, и мы представляем, что эта основа представляет собой основу всех трех сфер существования. Когда мы подносим эту мандалу, мы представляем, что все поля, где живут существа, вся Вселенная собрана, покоится на этой основе, которую мы будем подносить.